Приветствую коллеги от аналитика валютных рынков и торговой идеи от компании Сихмил и сами я Артур Идиатуллин. Валютные долговые рынки приближаются к главному событию этой недели, это заседание ФРС, которое пройдет сегодня. Несмотря на успехи в стимулировании инфляции, ФРС, как ожидается, оставит свой посыл неизменным. Это то, что пока не будет ликвидирован провал в занятости, который возник в результате пандемии, уровень кредитного стимулирования будет оставаться неизменным. Доходность 10-летних казначейских влигаций США не стала дожидаться исхода заседания и резким таким движением вчера прервала коррекцию, достигла она уровня максимума двух недель. При этом коррекция, в которой она находилась, длилась у нас примерно месяц. Напомню, что доходность 10-летних казначейских облигаций росла начиная с начала примерно этого года на фоне того, что у держателей этих облигаций, у них появлялось все больше опасений, что инфляция в 2021 году в ближайшее время ускорится в США. Когда у нас растет инфляция или когда у нас есть ожидание того, что будет расти инфляция, держатели инструментов с фиксированной доходностью в реальном выражении будут получать меньший доход. Если они будут продолжать держать эти инструменты, потому что инфляция у нас разъедает тот номинальный доход, который получает инвестор. Поэтому если есть ожидание ускорения инфляции, то банды, естественно, держать невыгодно. В номинальном выражении доходность та же, в реальном выражении она меньше. Собственно, поэтому их начали сбрасывать, доходность начала расти. Вроде бы эта ситуация у нас устаканилась начиная с апреля, когда у нас вновь получается показатель начал корректироваться вниз. Но затем перед заседанием ФРС у нас данный показатель снова перешел в рост. Я бы на самом деле увязывал это движение со вчерашним отчетом по потребительским настроениям США. Давайте, собственно, посмотрим. Вышел он у нас вчера, индекс доверия потребителей от Conference Board. И, как мы видим, он у нас увеличился, данный показатель, почти до 122 пунктов. Ожидалось 113. Если мы смотрим в историческом контексте, это у нас максимальное значение с февраля 2020 года. Когда у нас вот такие вот значения, это говорят о том, что потребители очень уверены в будущем. Они готовы делать покупки, готовы делать долгосрочные покупки. Собственно, мотив сбережения, будем так говорить, у них заглушен, они готовы потреблять. И, конечно же, когда мы видим вот такое вот значение, это еще раз подтверждает нам, что в США происходит потребительский отскок. Отскок потребления, будем так его называть. Но при этом, при этом у нас есть сторона предложения. И все больше и больше у нас появляется информации, которая показывает, что предложение у нас не поспевает за отскоком потребительского спроса. Во-первых, вы можете посмотреть стоимость контейнерных перевозок. Резко взлетели ставки фрахтования, да, там сыграла вот эта блокировка советского канала, но они сейчас остаются на повышенных уровнях. Второй момент, это вот такой вот любопытный отчет, который привлек мое внимание. Крупнейший оператор контейнеров Майерск заявила об исключительно сильном спросе в 2021 году. И что самое интересное, она у нас повысила, я сейчас ее найду, она у нас повысила прогноз прибыли на этот год, заявив о том, что исключительный спрос у нас наблюдается на 2021 год. Относится она этот спрос на торговлю США с Китаем, Forecast, да, Primary Driving. Да, прогноз прибыли у нас прежде всего основывается на том, что вот экспортные объемы из Китая в США, они вырастут. Это вот увязываем, да, с этим отчетом по потребительским настроениям, у нас там действительно есть отскок в потреблении, он у нас происходит. Майерск, пожалуйста, это заявляет. И это нам говорит о том, что, скорее всего, предложение не будет поспевать за потребительским спросом, потому что потребитель получил деньги, он пошел тратить. А чтобы, собственно, компании, фирма, да, повысили предложение, им нужно сначала инвестировать, нанять работников и так далее, и так далее. В общем, это не быстрый процесс. Собственно, поэтому заявление Майерск плюс вчерашний отчет вот этот, да, с вот таким вот показателем, еще раз взвинтил опасения рынков о том, что потребительский отскок, предложение не поспевает, скоро будет инфляция. Ну и вот, собственно, последовала вот эта вот реакция в трежерис, которую мы с вами наблюдаем. Рост новодоходностей, так как инвесторы начали требовать более высокую премию за инфляцию в бумагах. Поэтому доходность скорректировалась, собственно, вверх. С учетом вот этих данных, с учетом вот того, что мы сейчас разбираем, выводы, которые мы с вами сделали, Если мы сегодня от ФРС видим, что продолжает у нас регулятор цепляться за аргумент того, что у нас есть временная инфляция, скоро она не будет такой высокой, если это происходит, реальная ставка в США у нас снова оказывается под давлением. Реальная ставка – это номинальная ставка минус ожидаемая инфляция. Почему реальная ставка под давлением? Ну, потому что у нас растут инфляционные ожидания, у нас опять снова поступают сигналы, что, скорее всего, будет высокая инфляция в будущем, у рынков возникает опасение, растут инфляционные ожидания. Собственно, так как у нас реальная ставка будет под давлением, это удар, прежде всего, по американским активам. В свете, точнее, для иностранных инвесторов, если, собственно, у актива по нему реальная ставка, то есть реальная доходность, которую он приносит, она падает, в нем появляется меньше смысла вкладываться в этот актив. Собственно, поэтому для иностранных инвесторов, в том числе для американских инвесторов, если мы говорим о том, что вот эта история с реальной доходностью снова заиграет яркими красками, снова мы увидим снижение реальной доходности, это удар по активам американским с фиксированной доходностью. То есть удар по бандам, это означает, что инвесторы будут искать доходность где-то еще в других местах, за рубежом, в других странах, где реальная доходность более высокая и, конечно же, эффект для доллара, вот из всего этого, он должен быть, на мой взгляд, негативным, потому что заявление ФРС еще больше подогреет инфляционные ожидания, продолжит у нас расти эта доходность вверх, реальная ставка окажется под давлением, меньше смысла будет вкладываться в американские активы, потому что там сейчас растут инфляционные ожидания, реальная ставка растет не так быстро, поэтому нужно искать места, где у нас растет реальная ставка, и при этом инфляционные ожидания, они растут не так быстро. На мой взгляд, это будет стимулировать отток из американских активов. Но доллар на самом деле будет у нас слабеть по-разному. Если мы с вами рассматриваем, такой момент у нас есть, что доходные валюты, такие как норвежская крона, канадский доллар, которые зависят от делового цикла, они у нас очень сильно коррелируют вот с этим показателем. Вот с этим показателем. Это доходность, спред между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями. Есть у нас доходность по 2-летней магии, есть доходность по 10-летней. Отнимаем доходность вот эту от вот этой, получаем некоторый спред. Вот у нас этот показатель. Собственно, отмечено, что данный показатель, он у нас имеет положительную корреляцию с канадской валютой, с норвежской кроной. И, собственно, так как мы сейчас видим с вами отскок данного показателя, снова он переходит вверх. Ну почему? Потому что у нас растет доходность 10-летних педагогических облигаций. Поэтому снова у нас переходит вверх. Если у нас форезь сегодня подогревает данную тенденцию, учитывая положительную корреляцию, я на мой взгляд, я на мой взгляд, ну и выразился. Ладно, на мой взгляд, думаю, что по канадскому доллару появляется возможность дальнейшего роста. Кстати, мне приглядело, собственно, следующее, я, по-моему, даже вывел его вот здесь. Мне приглядела следующая ситуация у нас по канадскому доллару. Если вы посмотрите на график, у нас он в последние несколько дней находится в таком вот странном, очень узком диапазоне у нас держится после достаточно таких резких движений. И обычно, если у нас есть тенденция вниз, когда у нас такой вот восходящий узкий диапазон появляется, который я вот так и запомню эти линиями обычно считается, да, из тех анализов, да, известен такой вот факт, что это у нас паттерн продолжения, да, как его называют, продолжение тренда. Собственно, тренд у нас в паре доллар, канадский доллар нисходящий. И если мы наблюдаем, собственно, вот такой вот паттерн продолжения, то, возможно, стоит рассчитывать на дальнейшее движение этой пары вниз. Плюс, учитывая вот этот фундаментальный драйвер, да, о котором я говорю, это положительная корреляция между канадским долларом, между его стоимостью, и между вот этим спредом, между десятилетними и двухлетними казначейскими облигациями, если у нас продолжает дальше двигаться вверх, мы можем ожидать, собственно, что по паре доллар-канадский доллар также будет, ну, появится у нас снова давление, получается, продолжит он, возможно, движение вниз, по крайней мере, я на это рассчитываю. Вот так сейчас обстоит ситуация. Ну, собственно, по позициям можно посмотреть. Сейчас я держу, собственно, пару евро-доллар, длинную позицию, и по канадскому доллару, вот, рассчитывая на паттерн, я, собственно, вошел, и рассчитывая на то, что движение вниз по канадскому доллару там продолжится. Ну, собственно, будем дальше следить за развитием ситуации. Давайте посмотрим, что сегодня скажет ФРС. Я, собственно, рассчитываю на то, что после свидания ФРС движение доллара вниз возобновится, как раз таки потому, что реальная процентная ставка в США, она у нас продолжит. Будет расти более медленным темпом, чем в других странах, и это будет обуславливать более низкую привлекательность американских активов с фиксированной доходностью. Вот такая вот цепочка рассуждений у меня сейчас в голове. Если вам понравилось это видео, если вы нашли его полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал, если вы хотите увидеть на выпуске. Если у вас есть вопросы или комментарии, можете, кстати, подвести, я буду рад их с вами обсудить. На этом, собственно, я заканчиваю свой обзор. Всего доброго, торгуйте профит. Субтитры сделал DimaTorzok